Сегодня мы поговорим о тех вещах, которые нужно перестать носить летом. Первое – это старую заляпанную бейсболку. Я не имею ничего против поддержки вашей любимой команды. Я говорю о заляпанной кепке, которую вы носите уже годы. Она просто выглядит плохо. Лично я небольшой фанат бейсболок, но я считаю, что она может прекрасно выглядеть на парне. Особенно на молодом. Если вы носили кепку и хотите перейти на новый уровень, Федора – отличный вариант. Особенно в жаркий и солнечный день. И вот моя рекомендация насчет головных уборов. Если вы начали носить их, найдите функциональную причину надеть их. Что мне нравится в этой шляпе, то что я могу ее сложить, положить в чемодан и путешествовать. А потом она вернет свою форму. Она очень функциональная и выполняет свою работу. Панама требует уверенности, так как поля шляпы превышают 6 см. Она защитит ваше лицо от солнца, но она требует уверенности, чтобы ее носить. Не важно, какую шляпу вы выберете. Думайте свежими мыслями. Ясно и уверенно. Избавьтесь от бейсболки. Далее избавьтесь от джинсов. Я уже вижу, как люди закрывают это видео. Но подождите, позвольте объяснить. Я люблю джинсы, но проблема джинсов в том, что они сделаны из денима. У большинства денима очень плотное плетение и ткань не дышит. Не позволяет воздуху циркулировать и вам будет жарко летом в них. Есть куча других вариантов. Лично я люблю потрясающие хлопковые чиносы. Они гораздо лучше дышат. Зачастую сделаны из многих других легких материалов. Опять же это позволяет циркулировать воздуху. А также вам будет просто прохладнее, комфортнее. И вам не обязательно выбирать яркие цвета. Вы можете ходить в классических хаки или сером. Но вы можете попробовать интересный цвет. Такой как синий, зеленый или даже красный. Одна из моих любимых альтернатив джинсам – Performance Pants. Они сделаны из синтетических материалов и созданы, чтобы дышать. Ткань сплетена таким образом, что они кажутся плотными. Но вы удивитесь, насколько они легкие. И самое важное, как хорошо они дышат. Они также отводят влагу, выделяемую организмом. Что позволяет сохранять прохладу и заодно они выглядят как классические брюки. Но я еще не встречал Performance Pants с таким же плетением, как у тропической шерсти. Это третий тип брюк, который я порекомендую вместо джинсов. Они более нарядные, но главное – это тропическая шерсть. Она невероятно легкая и дышащая. Далее избавляемся от шлепанцев, кроксов и сандалей. Да, есть ситуации, когда вы можете надеть их. Шлепанцы на пляже, в душе. Сандалии, когда вы гуляете по пляжу на Гавайях. Кроксы? Даже не знаю, зачем носить их. Друзья, есть много других вариантов и они выглядят определенно гораздо более стильно. Вы можете выбрать лодочку, лоферы. Как кожаные, так и замшевые. Причина, почему вы носите эту обувь в том, что ее легко обуть и снять. Они удобные. Как кожаные, так и замшевые. В любом случае, ваш стиль будет на уровень выше. Девушки заметят, другие парни заметят. Потому что у вас есть стиль. Ведь так вы мгновенно можете улучшить его. Далее тяжелые восковые средства для волос. Мы говорим о помадах и других средствах на восковой основе. Проблема в том, что большинство парней перебарщивают. Они наносят слишком много средства. Они начинают потеть, все это стекает в глаза, жжется и дурно пахнет. Попробуйте произвести замену. Рассмотрите другие варианты. Я большой фанат волоконного воска. Он, в отличие от гелия, при намокании не будет стекать вам в глаза. Он отлично справляется с тем, чтобы оставаться на волосах. И когда ваша голова высохнет, вы можете сразу их уложить как нужно. Итак, следующая вещь. Длинные носки. Длинные носки отлично подходят для того, чтобы ходить в тренажерный зал зимой. Но летом давайте ходить в носках-слитках. Слитки просто закрывают вашу стопу. Зачастую у них есть клейкие протекторы, которые держат их на месте. Они очень удобные и, что я обожаю, они выглядят более стильно и это лучше, чем ходить босиком. С ними вы можете обуть любую обувь, которую нужно носить босиком. Носки возьмут на себя бактерии и будут впитывать пот. Следующая вещь, которую не нужно носить летом, пиджак с полиэстеровой подкладкой. Почему пиджак с полиэстеровой подкладкой? Полиэстер – очень дешевая замена шелка. Проблема полиэстера в том, что он не такой дышащий, как бэмберг. Бэмберг используется в большинстве самых дорогих пиджаков. Он делается из древесной целлюлозы. Но главное в летнем пиджаке то, что он должен быть без подкладки. Итак, вы смотрите наизнанку пиджака. Обратите внимание, что подкладка не идет по всей спине. Также посмотрим на фронт. Тут очень много деталей. Это указывает на то, что производители уделили много внимания нюансам. Чего вам нужно избегать, так это дешевых пиджаков. Опять же, если вы увидите полиэстеровую подкладку, бросьте его, потому что ощущения будут, будто вы надели пластиковый пакет. Вы будете сильно потеть. Далее по списку вещей майка, известная как алкоголичка. Не носите ее как самостоятельный предмет гардероба. Серьезно, я никогда не видел такого, чтобы она хорошо смотрелась. Идея надевать эту футболку под одежду в том, чтобы защитить более дорогую одежду от собственной кожи и пота. Ее не придумывали как самостоятельную вещь. А теперь поговорим о шортах карго. В принципе, против шорт я ничего не имею. Я считаю, что их переоценивают. Что парням лучше присмотреть брюки с тропической шерсти или перфоманс пенс. Что касается карго, не будут ли они лучше смотреться без боковых карманов. Когда вы присматриваете шорты, выбирайте простые шорты со стройным видом, в классическом цвете, чтобы они сочетались со всеми вещами в вашем гардеробе. Например, хаки, серый или даже темно-синий. Но шорты карго... Да, есть ситуации, о которых я рассказываю в этом видео, где я защищаю карго. Посмотрите его, чтобы понять, где я шучу, а где нет. Гляньте его, если вам любопытно мое истинное мнение о шортах карго.